Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 20 июля. Мы сравниваем с вами заболеваемость с утром 16 июля. Соответственно, за 4 дня, какие у нас произошли изменения. У нас сейчас всего 835 инфицированных нарастающим итогом коронавирусной инфекции. И это плюс 49 человек за прошедшие 4 дня. 469 всего выздоровевших. И здесь добавился у нас 31 человек, который полностью выздоровел. Осталось двое умерших. Ничего в этом плане пока не изменилось. Но думаю, что здесь будут тоже нарастания, потому что заболеваемость пока никуда не делась и тяжелые формы есть. На сегодняшний день 47 человек госпитализировано. 39 из них в нашу клиническую больницу и 8 в Приволжский окружной медицинский центр. Плюс еще 208 человек в городе на карантине. И анализы продолжают делаться. У нас много анализов делает бесплатно наши две лаборатории клинической больницы и центра гигиены. И у нас активно работают лаборатории на платной основе. И в связи с этим бывает много вопросов. Почему результаты анализов в этих лабораториях между собой не совпадают? Но для того, чтобы сравнивать результаты, их нужно брать одновременно. Пока наши все вопросы касаются вот двух в основном моментов. К нам обращаются с такими вопросами, что вот мне сделали анализ, меня начали лечить, посчитали меня больным. Я считаю себя на самом деле здоровым. Меня пролечили. Мы дождались отрицательных результатов. И после этого я сходила в лабораторию и сделал еще на антитела. И у меня результат анализов не показал наличие антител. Значит, я совершенно никогда и не болел. Я опротестовываю решение предыдущих лабораторий. Вот это в корне неверно, потому что, еще раз повторюсь, не у всех людей заболевание заканчивается выработкой достаточного количества антител иммуноглобулинов группы G, которые бы определялись хорошо в нашей крови. Это первое. Второй блок вопросов. Он так звучит. Вот мне сделали анализ, меня посчитали больным. Спустя неделю я сходил в ту лабораторию, мне взяли анализ. Там у меня отрицательный. Через неделю у меня еще в этой лаборатории сделали положительный. Еще через три дня там отрицательный. И вот так вот по дням. Вот эти анализы, конечно, сравнивать нельзя. Только анализы, взятые одновременно, можно между собой сравнить. И тут действительно будет разница. Но когда это во времени, это понятно. Потому что заболеваемость у нас, само заболевание, когда идет, то по-разному в разные дни идет выделение из нашей носоглотки и ротоглотки выделение вирусов. Даже утром и вечером анализы могут между собой отличаться. Поэтому берутся два подряд анализа во времени. И несмотря на это, спустя какое-то время, мы об этом тоже уже с вами говорили, может так получиться, что организм опять не выдерживает, потому что коронавирус очень снижает в целом наш иммунитет. И опять может быть такая вот, некоторые ее называют как новое заболевание. Мы считаем, что это недолеченное заболевание, как вроде вторая волна, кто как ее называет. Но смысл в том, что после какого-то времени, когда вирус не выделяется в окружающую среду, он вдруг опять может начать выделяться. Это когда разница во времени. И что касается одновременных результатов анализа разных, почему их повторяют, и почему их делают несколько, и почему их делают на разных тест-системах. Потому что чувствительность тест-систем сильно очень отличается. Она отличаться может не просто на один порядок, а на два порядка. То есть некоторые тест-системы чувствительности их разница в 10 раз, а у некоторых в 100 раз. То есть одну частицу может поймать, допустим, вот данный метод, или только от 100 частиц при наличии он будет показывать эту качественную реакцию. Поэтому я считаю, что, так же, как и раньше я вам говорила, что не нужно совершенно уповать на анализы, все это берется в комплексы. И только комплекс понимания того, как течет заболевание, есть ли симптомы, есть ли что-то в результатах анализов, показывает ли что-то КТ, что слышно, что видно в наших верхних дыхательных путях и что видно на компьютерной томографии и слышно иными методами анализы крови, показывает, вот только тогда врач ставит или не ставит, снимает диагноз коронавирусной инфекции. И у нас действительно есть такое, когда диагноз коронавирусной инфекции снимается достаточно быстро, две недели прошло, все, человек уже здоров. То ли он болел и так быстро выздоровел, то ли транзиторно у него прошли эти вирусы. Для нас уже разницы большой нет. Главное, что он был какой-то период, когда он был заразный, для этого его изолировали, поэтому его лечили для того, чтобы не было никаких осложнений. И только врач может определить. Поэтому одними результатами анализов ни в коем случае нельзя подтвердить или опровергнуть, что человек был болен или болен не был. Вот давайте все-таки оставим это врачам. Врачи с помощью разных методов, в том числе подтвержденных лабораторно, ставят диагнозы. Врачи же назначают лечение и врачи же определяют выздоровление, когда человек выздоровел. Вот это их миссия. Наша миссия и обязанность тех, кого они определили больными, изолировать, изолировать их контактных, чтобы эти люди никуда не ходили. Вот тут очень много тоже очень вопросов и предложений нам. Нам предлагают, полагая, что мы сами не можем догадаться до такой простой вещи, что нужно, мол, всех больных-то просто изолировать, построить для них еще одну больницу где-нибудь рядом с профилакторием. И все, и заболеваемость у нас закончится. Все очень просто. Вы, мол, никак догадаться не можете. И у нас заболеваемости тогда не будет. И заражать они у нас никого не будут. И контактные ни от кого заражаться не будут. Но я продолжаю настаивать на том и объяснять вам, что мы живем с вами не на отдельно взятой планете. Мы живем с вами и общаемся, и работаем, и ездим. И к нам вернулась нормальная экономическая жизнь. И у нас полно родственников. Не только в округе. Это и в других городах, и в других областях, и в других странах. Товарищи, и нам продукцию возят, и люди к нам ездят работать. И такова сейчас жизнь, что невозможно отгородиться от всего мира и удалить больных и контактных, и изолироваться с тем, чтобы больше не было никогда заражений. Вот я и в прошлый раз вам все время эту мысль проводила, что как только у нас снимаются карантинные меры, как только мы перестаем вот эту блокаду населенного пункта по всем статьям проводить, так сразу заражений будут, потому что нет иммунитета. Поэтому совершенно в другом заключается профилактика, и в совершенно другом заключается лечение. Вот все-таки еще раз вернусь к комиссиям. Наша задача, кроме того, что изолировать больных на дому, а у нас определяет госпитализацию не мы, а опять же медицинские работники, и она определена нормативно-правовыми актами, и так делается по всей стране, и есть единые подходы к этому. Поэтому наша задача только доводить до вас информацию. Мы работаем с руководителями, мы работаем с заболевшими и контактными, а для вас, для всех остальных жителей нашего города, мы доводим информацию, используем для этого любые доступные нам и средства массовой информации, и беседы, и личные встречи, и работа в оперативных штабах, и через медицинских работников. Мы доводим только лишь для вас информацию, для того, чтобы вы понимали, какова ситуация, и как можно профилактироваться, как можно не заболеть, а заболев, как лучше себя вести, чтобы других не заразить, как нужно лечиться и куда обращаться. Вот и все. Значит, подытоживаем, врачи лечат, мы профилактируем и доводим до вас информацию, а все остальное – это ответственность за свое здоровье каждого личного человека. А для того, чтобы сравнивать ситуацию, нужно иметь объективные данные. Вот сейчас самый горячий вопрос от большинства людей – это вопрос несоответствия того, как ведем себя мы и что происходит на соседних территориях. Куда бы мы ни поехали, создается впечатление, что везде уже заболеваемость закончилась, везде все замечательно, все везде открыто, маски уже не носят, никаких мер профилактики не применяют, и заболеваемости там нет. А что же такое в Сарове страшное происходит, что мы здесь до сих пор все в масках, до сих пор продолжаем всех пугать, и, может быть, вообще наши цифры не соответствуют действительности. И в различных разговорах и в различных обсуждениях и форумах появляются цифры, которые не соответствуют действительности. Я не стала бы их комментировать, если бы они не стали предметом обсуждения. Но поскольку сейчас люди этим заинтересовались, я специально вам оглашу несколько цифр просто для понимания и для сравнения. Вот говорят, умерших на самом деле нет. Нас ими пугают и рассказывают о каких-то цифрах. Ну, в том же, например, в нашем любимом Заречном Пензенской области на самом деле пишут 2, а их на самом деле 70. Я не знаю, откуда взялась цифра 2 и не знаю, откуда взялась цифра 70. Потому что на самом деле в городе Заречном Пензенской области от коронавирусной инфекции умерли 11 человек. В Димитровграде 10 человек, в Железногорске 5 человек, в Озерске 4 человека, в Снежинске 2 человека, в Протвино 5 человек. У нас, вы знаете, уже официальная статистика содержит двух людей. Это те, кто умерли непосредственно от коронавирусной инфекции. Но еще у нас была одна смерть, которая не вошла в статистику. Смерть произошла от другого заболевания. Но у женщины, которая лечилась в это время от коронавирусной инфекции. Если считать абсолютно всех, кто болел, можете считать и трех. Это совершенно не будет противоречить истине. Но это с медицинской точки зрения очень значимо для того, чтобы определять все-таки, где произошла, от чего именно произошла смерть. И я недаром сказала, что эти цифры не конечные. Потому что заболеваемость на самом деле на всех территориях продолжается. Она продолжается даже в Москве, где переболело огромное количество населения. Вот давайте, смотрите, у нас 835 человек переболело. Скоро будет, значит, мы подойдем к 0,1% от численности нашего общего населения. То есть если мы, так, у нас примерно с вами 95 тысяч населения, значит, если заболевает 9 тысяч, это примерно 10%. И 1% это получается 900 человек. То есть мы приближаемся с вами к 1%. 1%. Для остро-респираторной вирусной инфекции, которая передается вот так вот двумя способами, воздушно-капельным и контактным, это, конечно, очень маленькая цифра. Поэтому, конечно, мы молодцы, что у нас с такой заболеваемостью так мало всего людей заболело. И мы с вами молодцы, что у нас всего 2 смерти. И молодцы другие территории, все, кого я перечислила, потому что у них все то же самое. Но ровно это же и означает, что если сейчас ничего не соблюдать, то заболеваемость будет больше и смертность будет больше. Поэтому я прекрасно понимаю, что сейчас, когда людям уже становится не просто сложно, а, скорее всего, уже просто тошно, и уже надоело выполнять все профилактические меры, я думаю, что на таком этапе, конечно, заболеваемость не прекратится. Нас все спрашивают, а как же так ее нигде нет? Товарищи, а где ее нет? Вот нам говорят, приезжают с югов, на югах ничего нет. Вот первая же семья, которая у нас приехала из Анапы, все четверо сейчас с заболеванием ковид дома. Трудно сказать, где они заразились. По пути следования или там. Но это в любом случае привозной случай. И мы не можем сказать на этом основании, что у нас в Сарове заболеваемость есть, а там заболеваемости нет. То же самое у нас с людьми, приезжающими из отдыха, из деревень. У нас сейчас очень большая заболеваемость, особенно большая, в Вознесенском районе и в Темняковском районе. Но если вы откроете официальную статистику, там не будет коронавирусной инфекции, потому что нет в этих населенных пунктах лабораторий, которые делают. Там нет специализированных врачей, там нет компьютерной томографии, и там нет желания у больных ездить на эти процедуры в областные центры. Вот если бы все это было, то мы бы с вами видели. А те люди, которые там проживают и приезжают на лечение к нам, они попадают вот в нашу статистику, кстати. Потому что здесь у нас начинают лечиться, и здесь у нас имеют прописку. И поэтому вот создается такая иллюзия, совершеннейшая иллюзия, что у нас заболеваемость есть, в окружающих территориях заболеваемости нет, в Москве заболеваемости нет. Везде она есть, но просто люди уже начали к ней проще относиться. А по поводу того, что можно сходить в платные лаборатории и сделать там анализ, и значит, у меня заболеваемости не будет, ну так можно еще сделать проще. Можно вообще не обращаться к врачам, не делать никаких анализов тономов, вообще никакой заболеваемости не будет. И тогда нам видны другие территории, из которых тоже происходит наш вывод о том, что люди там именно так и поступают. А по каким цифрам это можно судить? Это когда заболеваемость очень маленькая, заболевших очень мало, а умерших в десятки раз больше в пересчете на 100 тысяч населения. И тогда понятно, что под заболеваемость попадают только тяжелые формы, и тогда понятно, почему такая большая смертность. То есть чудес никаких нет. Все очень просто и все очень понятно. Если мы хотим лечиться и хотим вовремя эту помощь получать, значит, вовремя обращаемся к врачу, вовремя не выходим с признаками заболеваний на работу, не вводим своих детей с признаками заболеваний в детские сады. А вы знаете, что сейчас есть желание больше и больше групп детских открывать, чтобы уже в полную силу работали детские сады. И, наверное, мы к этому придем. Просто мы придем с вами к другому отношению к этому заболеванию. Мы, наконец, начинаем с вами понимать, что в первую очередь это заболевание должно быть профилактировано у групп риска. А сейчас вот из всех наших больных мы видим, что у тех, кто лежит в нашей больнице, это один человек тяжелый, а те, кто лежат в помце, это три человека тяжелых. Причем один из них – это очень тяжелый. И мы не знаем с вами, будет ли он завтра жив или нет. То есть сказать, что все очень плохо, и я вас пугаю, и мы завтра все переболеем, и на всех территориях все хорошо, у нас так вот ужасно, мы так пугаем, это будет, конечно, неправда. У нас примерно все то же самое, как и у других. Конечно, мы можем себя вести ровно так же, как везет себя Москва, и перестать проводить любые профилактические мероприятия. Но у нас есть и другая сторона, и это тоже правда. И я обязана до вас донести и эту правду, что на самом деле смерти есть, они продолжаются, и они возможны, и возможны будут и в ближайшее время. Поэтому каждый решает для себя, а мы решаем для тех, кто болен, и тех, кто изолирован. И мы проверяем, и у нас в этой части работает очень хорошо полиция, для того, чтобы эти люди у нас не гуляли и не распространяли заболевания. У нас такая одна семья была в выходные. Она не захотела сидеть дома, там, значит, больной, вместе с ними контактные дома. Они посчитали, что слишком хороша погода, слишком хорош повод в виде день рождения ребенка. И неплохо бы съездить в ближайшую деревню и отметить там этот праздник. Причем ничего не нужно. Ни дополнительные анализы, ни компьютерной томографии, которая была назначена на этот день, ни осмотра врача, ничего не нужно. Но нам-то нужно от этих людей только одно, чтобы они были дома и не заражали. Поэтому полиция работает, поэтому протоколы будут. И 4 человека по 15 тысяч рублей каждый. Вот можете посчитать, на какую сумму сейчас грозит наказание для этой семьи. Я считаю, что если люди не понимают по-хорошему, то они должны отвечать по закону и должны быть наказаны рублем. Теперь вернемся к заболеваемости в Овнеев. У нас уже локализована эта вспышка. Там нет больше заболевших и уже быть не может, потому что все остальные были изолированы и были очень тщательно обследованы. И у нас прошли хорошие заключительные и текущие дезинфекции в этих зданиях. Но теперь уже обследованы люди, которые не болеют, которые вернулись, опять вернулись в эти же здания. Они пришли к прежней своей работе. Они теперь, конечно, уже научены горьким опытом и, наверное, будут вести себя несколько спокойнее. И у нас общим итогом из людей, которые могли бы заразиться, а у нас вот так вот тесно контактировали, я вам уже говорила, около 500 человек, у нас 51 человек заболел. Из этих 51 – 12 человек госпитализированы. Двое из них в Приволжском окружном медицинском центре. И вот как раз один из них, о котором я говорила, это очень тяжелый в Нижнем Новгороде. Поэтому все это, конечно, не шуточки, когда это становится вот так вот массово. Все наши новые больные, которых мы видим, мы видим, что продолжаются тесные контакты на работе. Еще раз повторюсь, что все уже перестали выполнять эти меры. Я считаю, что все-таки, если людям трудно носить маски, если людям трудно выполнять какие-то требования по тому, чтобы не пить вместе чай или еще что-то, то мне кажется, очень просто соблюдать дистанцию. Вот это входит в привычку, если вы об этом хотя бы первое время помните, и отсутствие рукопожатий, объятий, пользование общими предметами гигиены, общими кружками, чашками. Даже если вы чай в одной комнате будете пить, сидеть на достаточном расстоянии и проветривать, это уже будут хорошие меры. Но меня удивляет, что даже это не соблюдается. Помните об этом. Помните об этом, когда ходите в различные организации, когда ходите на прием. Вот я много раз наблюдала, что люди заходят в магазины, маски одевают, ну потому что там есть правила, и там иначе просто тебя не обслужат. Маски одевают, когда приходят к нам. Почему-то нас очень боятся, считают, что у нас тут самый большой источник заразы. Но меня это всегда очень радует. Во всяком случае, они нам не принесут эту заразу. Но при этом заходят, допустим, в тот же, ну любое государственное учреждение и могут совершенно спокойно не соблюдать даже простую дистанцию. Не забывайте об этом. Открываются кафе, открываются сейчас магазины. Не забывайте, пожалуйста, вот о скученности и о дистанции. Я желаю вам здоровья. Хочу сказать, что теперь мы, наверное, с вами будем реже встречаться, потому что нет смысла перемалывать одно и то же изо дня в день. Я думаю, что раз в неделю, скорее всего, по понедельникам, я буду вам за истекшую неделю давать сводку и обращать ваше внимание на самые актуальные вопросы. Здоровья вам, всего доброго, до свидания.